Здравствуйте! С вами Евгений Шувалов и в этом видео я расскажу вам о программе ChessBase для андроида. В общем-то, ChessBase это профессиональная шахматная программа, которая позволяет искать партии ведущих игроков мира и не только ведущих. В общем-то, она имеет огромную базу данных партий, которые вы подключаете через интернет. И также анализировать эту партию. В программу встроены три движка, которые вы можете выбирать по своему усмотрению, проводить анализ партии, искать ошибки, искать лучшие продолжения. Ну, начнем по порядку. Как только вы заходите в эту программу, перед вами вот такой вот экран белый, довольно аскетичного вида, где вы видите шесть ярлычков. Начнем по порядку. Самое первое, это искать партии. В общем-то, это форма поиска, где вы можете задать параметры тех партий, которые вы хотите найти. Например, вот я задал параметры белыми играет Carlson, черными играет Anand и хочу посмотреть, когда же все-таки Anand удалось обыграть Carlson черными. Есть ли такие партии. Нажимаю «Применить фильтр». И вижу, что да, такие партии есть. Партии таких аж 9 штук. Самая первая была в 2007 году. И самая последняя была в 2014 году на чемпионате мира по Рапиду. Ну, что ж, посмотрим эту партию. Сразу хочу сказать, что на пусты в каждой партии есть вот такие три точки, где вы можете автоматически фильтровать белых, фильтровать черных, фильтровать все партии турниров, в которые игралась эта партия. Ну и, соответственно, фильтровать вообще все партии, которые игрались между этими соперниками. Ну, давайте пока не будем. Здесь довольно все просто. Попробуем открыть последнюю победу Anand над Carlson черными. Вот мы ее открыли. И, в общем, справа вы видите текст самой партии. Довольно длинная, 60 ходов. Слева вы видите все то же окошко, только уже в более вырезанном виде. То есть, все те 9 партий, которые мы с вами нашли по фильтру. Здесь вы можете увидеть рейтинги соперников. У Карлсона был рейтинг 2881, Anand 2785. И, собственно, перемещаясь вот посредством кнопочек вперед, вот так вот, или назад, можно вот так делать. Вы передвигаетесь по тексту партии и смотрите, как разгралась непосредственно партия. Как вы видите, была разыграна разменная вариант славянской защиты. Также, если вы не хотите нажимать на эти кнопочки, есть кнопочка Start, после нажатия которой фигура двигается автоматически. Вам уже не нужно ничего нажимать, и вы просто сидите, пьете чай и наблюдаете за партией сильнейших шахматистов мира. Если на какой-то момент вас заинтересовал, вы можете нажать вот здесь на Stop. Но это, конечно, не лучший момент был вот здесь. Например, нажимаем на Stop и смотрим конкретно эту позицию. Что мы можем сделать еще непосредственно в самой партии? Очень важная функция располагается вот здесь, кнопочка E4. Здесь вы можете выбрать, либо посмотреть дебютную книгу, опять же, книга онлайн, либо подключить движок и посмотреть оценку позиций движком и ходы, которые предлагает движок. Давайте начнем по порядку. Откроем книгу. Сразу хочу, что книга не лучшим образом здесь отображается, потому что довольно узкое поле. Для просмотра книги есть отдельный режим, который я расскажу в дальнейшем, и там книга развернута более широко. Ну а из того, что мы видим здесь, мы можем сказать, что такая позиция стоит в трех партиях. Во всех трех партиях чернели сделали рокировку, и белые набрали 33% очков в этих партиях. Ну что ж, к режиму книги мы еще вернемся, а пока перейдем к режиму движка. Выбираем движок, книга закрывается. Вот некоторым неудобством является то, что вы не можете одновременно открыть и движок, и книгу. В отличие от версии Chase Base для Windows. И здесь по умолчанию стоит движок Stockfish 6, который оценивает позицию. Вот предлагает три возможных хода. Вы можете кнопочкой плюс добавить, например, чтобы он предлагал не три, а четыре хода. Можете нажать на минус, и тогда он будет предлагать три, два или один только ход. И здесь вы видите, что во первом ходе идет ход конь h5, который ни разу не встречался, судя по книге. Но это пока. Второе место занимает короткая рокировка, самый распространенный ход. И на третьем месте на данный момент ход конь e4. Но пока оценки довольно быстро меняются, потому что очень мало времени еще продумал движок. Глубина пока, вот здесь мы видим, глубина 14 ходов. Скорость расчета. 43 кг в секунду. В общем-то, скорость расчета зависит, конечно, от мощности вашего планшета, либо мобильного устройства, на которое вы установили эту программу. И видите, что через некоторое время ход конь h5 отходит все-таки на второй план, и на первый план выходит обычная рокировка, которую черные, собственно, чаще всего здесь и делают. В общем, кто знаком с анализом движков, он знает, что чем больше дать движкам времени подумать, тем-то точнее будут результаты. Ну что ж, перейдем к остальным функциям. Здесь вот есть три точки. В общем-то, здесь, опять же, работа с фильтром. Вы можете изменить фильтр, то есть поискать других игроков, очистить фильтр, создать книгу. Вот функция создать книгу для меня, честно говоря, непонятна. Я пробовал ее применять, но так книгу мне создать и не удалось, или я так и не понял, где она находится. Вообще, для данной программы очень непонятная функция, поскольку она имеет подключение к сетевой книге онлайн, и зачем еще создавать свою какую-то книгу, если книга уже есть, и она довольно полная. А данные партии вы можете посмотреть. Здесь, собственно, данные всех игроков, как их зовут, в каком турнире играла партия, чемпионат мира по Рапиду, где, на какое место, Дубае, и дата, когда игралась партия, 18 июня 2014 года. 12 круг, то есть это 12 тур партии игралась. Мы возвращаемся непосредственно в саму партию. Также есть довольно удобная функция, это поиск по позиции. То есть вот эта лупа, вы ее нажимаете, и она автоматически вот здесь слева вам покажет все партии, в которых встречалась эта позиция. То есть, как вы видите, Карсон Аннанд, которую мы сейчас смотрим, потом идет партия Тайгубов-Себа, игранная уже в 2015 году во Франции. И партия Рустемов-Савченко, аж в 2005 году играна, в Гундеслига в Германии. Вот также здесь вы можете довольно быстро перейти к этим партиям. Как вы видите, только Аннанд удалось победить. В остальных партиях были ничьи. Вот более... Более новая партия Тайгубов-Себа закончилась с ничью. В дальнейшем она продолжалась как-то вот так. То есть, можете нажать на Play, и автоматически будут идти ходы. Также хочу сказать, что кому не устраивает вот этот аитм, в дальнейших настройках я покажу, как можно изменить аитм автоматического воспроизведения, чтобы ходы демонстрировались быстрее, либо наоборот медленнее. Ну что ж, с этим режимом более-менее всего ясно. Возвращаемся назад. И переходим к следующему режиму, который называется «Искать дебюты». В общем-то, режим чем-то напоминает режим «Искать партии». Сразу открывается доска у вас в этом режиме. Ну и главным поюсом режима является то, что нету вот этого вот поля слева, где отображаются партии, и более широко раскрыт, во-первых, сам текст партии, и во-вторых, книга. В случае, если вы вот здесь поставите настройки книги, вы с вами увидите книгу во всей широте. Увидите, что первый ход, который был сыгран в партии D2-D4, является не самым популярным. Чаще всего играют E2-E4. D4 где-то чуть ли не в два раза реже сыграет. Видите статистику этого хода, то есть вот статистику применения данного хода конкретно в этой позиции. 54% очков набирают белые, поэтому более подробную статистику можно увидеть. 39 побед белых, 34% ничьих и 30% побед черных в этом варианте. И здесь, соответственно, давайте попробуем пройти по самым популярным веткам. Самым популярным мы видим с вами ход E4, и после него идут по популярности первый ход C5, целянская защита. В общем, очень удобный инструмент для тех, кто хочет изучать дебюты, потому что здесь вы можете, во-первых, вы сразу видите как часто применяются те или другие ходы. Виден средний рейтинг соперников, которые применяют, но пока начальные ходы, и средний рейтинг не очень высок, 2161. 2016 – это год, в котором была сыграна последняя партия в данном варианте. Как видите, довольно актуальная база данных. Автоматически она обновляется, вам не надо ничего делать для ее обновления. Но сразу хочу сказать, что у книги есть один недостаток, который мы сейчас с вами попытаемся отразить. Дело в том, что книга довольно не очень длинная, я бы так сказал. Те шахматисты, кто профессионально изучает шахматы, профессионально занимаются разбором партии, изучением дебютов, знают, что многие варианты в шахматах длятся до 30-го до 40-го хода, во многих очень ветках, есть такие хорошо изученные ветки. Ну так вот, в этой книге, к сожалению, партии проведены где-то все до 20-го хода. Вот сейчас мы с вами увидим, я иду по самым популярной ветке, разыграна сицилянская защита. Здесь мы видим, что уже ход B5 в 2016 году не применялся, есть последняя партия 2015 год, и, в общем-то, статистика благоприятна для белых, но самая благоприятная статистика для черных, если смотреть, то, наверное, это у хода конь B6, хоть применялся он всего в 20-ти партиях, но черные набирали 40% из них черные выигрывали. Ну, также очень популярный ход H6, где черные побеждают в 33-х процентах. Ну, мы с вами пока идем по самой популярной ветке, заодно, кому интересно, вы можете увидеть, как же именно играют в чицилянской защите, какой-нибудь самый популярный дебют. Как видите, вариант довольно боевой, и средний рейтинг, тем не менее, пока не очень высок, где-то в районе 275. Вот мы с вами приближаемся к 20-му ходу, видим, что партии уже не так много, всего 237 партий, на ход конь C5, уже на следующий ход белок всего от 2000 партий, довольно острая игра идет. Также хочу сказать, что кому интересует компьютерная оценка этого варианта, что здесь также вы можете нажать вот сюда и подключить движок, то есть движок можно подключать из любых режимов, которые покажут вам компьютерную оценку, на первых секундах он показывает, что у белых большой перевес, но я думаю, что сейчас он подумает и все-таки более-менее снизит свою оценку для более благоприятных для черных, потому что все-таки довольно популярный. И здесь мы также видим с вами глубину расчета, на данный момент это 12 ходов. Судя по компьютерной оценке, что у белых только одно приемлемое продолжение, это ход слонов 8, остальные приводят немедленной победе у белых, потому что оценка уже больше 3-х пешек. Также рядом с компьютерной оценкой выраженных в пешках, то есть 0,36 это перевес в 0,36 пешки, 2,05 это перевес в 2 с лишним пешки, ну по сути это выигранная позиция. Есть оценка в привычных для нас знаках международной шахматной нотации, то есть плюс-минус у белых выиграно, плюс-равно у белых перевес. В общем довольно интересно. Также здесь вы можете нажать на кнопочку в нотацию, и все эти варианты будут перенесены в нотацию книги. Вот таким вот образом это будет сделано. Вы сможете уже пройтись по вариантам. То есть например первый ход слон f8 и давайте сразу перейдем в книгу и проверим часто ли поменяется этот ход. Да, слон f8 поменяется чаще всего. Потому что играем слон f8 и стокс фиш нам рекомендовал здесь ход король b1 который как мы видим применялся всего в 23 партиях. Но правда процент набранных очков белыми очень высок 57%. А чаще всего белые применяли ход ладья g1 тоже довольно высокий процент 50% в партии белые выиграли. Посмотрим ладья g1 Как видите этот ход сразу вносится в нотацию. Сейчас мы с вами подойдем к 20 ходу h5 a3 ладья b8 Также хочу сказать что здесь вы также можете нажать на лупу и найти все партии игранные этим вариантом. Давайте поищем. Нажимаем на лупу и находим все партии где встречалась эта позиция. Партии здесь не отсортированы не по дате то есть не по году когда они собирались а по их по значимости то есть по игрокам первая идет партия Якубик Артур Дедышко Вячеслав игрная 2006 году и здесь Якубик выиграл вот мы можем здесь сразу же перейти к этой партии непосредственно видим что черный применил белый здесь применили в ней не самый распространенный ход лоббя G7 намного чаще играет E5 судя по книге и также здесь мы можем просмотреть эту партию довольно удобный инструмент для тех кто хочет изучать дебюты всем рекомендую ну а давайте все-таки дойдем по самой распространенной ветке в 92 партиях игралось E5 далее 75 партий слом B7 19 партий Fg3 19 же партий D5 в общем-то я так думаю что у белых здесь довольно солидный перевес в этой позиции можем также здесь что важно вот так убрать вот эту левое поле которое несколько мешает нам воспринимать книгу и снова книга у нас полностью развернута чаще всего здесь играет король B1 очень хорошая статистика 20 ход чаще всего принимается слона 8 21 ход Fg1 Kd7 Lg5 как видите здесь уже варианты особо не ветвятся 10 партий было сыграно и вот 22 ход B4 и дальше как вы видите книга закончилась написано ходов не найдено и в общем-то это основной конечно минус вот этой онлайн дебютной книги то что в таких острых позициях она причем в часто довольно изученных позиций на которых очень много партий она бывает вот так вот заканчивается на 22 ходу во всех вариантах она заканчивается везде в районе 22 хода и что интересно что после того как закончилась книга вы уже не можете использовать инструмент лупа то есть поиск по позиции вот сейчас я попробую найти эту партию по позиции мы находим партию Зуев Константин Михайлович Вебер ну что ж давайте перейдем к этой партии и попробуем сделать ход АБ вот сделали ход АБ этого хода нет в книге и теперь применим уже позицию которая книга не входит и как видите партия не находится нет ни одной партии хотя мы с вами только что находились в партии Зуев Константин Вебер Джордж который этот ход был применен и мы точно с вами знаем что партии такие есть но к сожалению поиск по позиции работает только на те позиции которые входят в книгу то есть до 22 хода если позиция после 22 хода возникает вы уже никак вы не можете найти этот же минус сказывается на том что вы никак не сможете найти эншпильные позиции этой помощи честбейса для для андроида то есть например для меня когда я занимался анализом эншпиля очень важно было искать примеры из современной практики именно на эншпильные позиции но к сожалению вот здесь я не могу это сделать в отличие от версии честбейс для windows где возможно указывать до какого хода искать позицию и искать хотим что ли позиции после сотого хода в общем абсолютно любую позицию можно искать честбейс здесь этот функционал несколько ограничен что еще здесь можно сделать вот под доской есть такие кнопочки это кнопка перевернуть доску можете смотреть со стороны черных со стороны белых есть кнопочка начальная позиция вот мы автоматически переходим к начальной позиции опять же можно так эту левую панель убрать ну что ж более-менее ясно с режимом искать дебюты давайте перейдем к режиму сетевая база данных в общем-то сетевая база данных вы сразу попадаете в ту самую онлайн базу данных в которой в которой и происходит поиск всех партий из которой на основании которой строится вот эта вот онлайн книга которую мы только что просматривали в режиме поиска дебюта и здесь в общем-то инструменты аналогичны также можно нажать на поиск и вот здесь ввести имя игрока давайте мы попробуем найти меня если я в этой базе данных набираем Шувалов давайте букву Е добавим Шувалов Евгений и видим да что есть мои партии вот я играл против Максима Матлакова на Москва Опен в 2011 году проиграл к сожалению вот я играл с гроссмейстером Юрия Балашова тоже на чемпионате Москвы 2011 года тоже проиграл вот наконец-то идет моя победа против Кутузова Дениса в том же 2011 году в общем как вы понимаете партии здесь идут не по году а по как бы значимости по среднему рейтингу соперников вот здесь вы можете ознакомиться с определенным моим творчеством а также есть инструмент вот досочка доска вы можете вернуть доску и насколько я знаю здесь вы можете редактировать позицию откроется вот такой вот элемент где вы можете самостоятельно расставить позицию и уже по этой позиции искать партию но опять же недостаток заключается в том что позиция должна возникнуть до 22 года иначе просто чсбс не найдет вам эту позицию ну и как видно из этого нету инструмента обнулить доску то есть вы никак не можете здесь снять все фигуры потом расставить нужное и приходится вот таким способом выставлять вот нужную вам позицию так что кому удобно можно искать через позицию кому удобно через книгу в общем-то масса возможностей для поиска но к сожалению все эти возможности находятся в рамках в рамках 22 ходов а также что хочу сказать про эту базу данных как видите последняя партия доктирована в январе 2016 года довольно актуальная база данных но хочу сказать что обновляется она не так быстро как хотелось бы то есть вот сейчас прошло уже где-то 5 туров сильного турнира вейконзе с участием всех сильнейших игроков и на данный момент партии с этого турнира в онлайн базе данных нет то есть видимо обновление базы данных происходит по завершению каждого турнира а не по завершению конкретной партии так как турниры могут длиться неделями так что актуальные партии бывают попадают сюда довольно нечасто это тоже некоторый минус для этой базы данных ну что ж переходим к вам с вами к режиму карта в общем режим карта позволяет вам открывать какие-то свои базы данных формате pgm также по умолчанию вам вместе с этой программой мы скачиваете базу данных great games вот это база данных и здесь содержат самые известные партии всех временных народов андрессон стаунтон морфе паульсен как вы видите самые старые партии если спуститься куда-то вниз то там же более современные партии каспаров петросян карпов каспаров в общем 601 партия эта база данных дается вам выскочивать на компьютер вместе с установкой этой программы и так же как вы понимаете вместе с этой базой вам вы получаете доступ к онлайн базе где собственно эти же партии и хранятся поэтому какой смысл скачивать вот эту базу great games я честно говоря не вижу разве что смысл в том что с этой базой вы можете работать без подключения к интернету ну и так же здесь вы можете какие-то свои базы добавлять открывать вот здесь у меня есть партии некоторые мои вот партия топала фальеха например которую я разбирал в одном из своих видео вы можете посмотреть эту партию партия шувалов-горбатов которую тоже я разбирал в одном из своих видео какие тут инструменты есть вы можете создать новую базу данных вот так это делается создается новая база данных таким образом можете открыть какую-то базу данных хранящихся у вас на компьютере вот прокладывать путь к базе данных и соответственно открывать ее базу данных она воспринимается только в формате pgm кто привык к формату cbh или чс-бейс формат но к сожалению чс-бейс для андроида не воспринимает этот формат и базу данных вы сможете открыть только в pgm но мы переходим в режим история в общем-то режим история удобен тем что здесь автоматически открываются те партии которые вы смотрели в последнюю очередь то есть если вы хотите вернуться к партии которых уже анализировались вот здесь партии которые мы недавно открывали зуев вебер тайгубов себа карлсон накамура эти все партии присутствовали в данном видео в общем-то особо больше ничем этот режим не отличается ну и последний режим установки ну по сути дела это она аналог слову настройки непонятно почему назвали установками здесь вы можете выбрать доску вот как вы видите представлены только три варианта доски по умолчанию идет дерево также вы можете выбрать мрамор и металл вот таких вот цветов также можете выбрать фигуры фигуры немножко больше разновидность но все они какие-то очень похожи друг на друга так что я оставил те которые по умолчанию можете поставить галочку показывать или не показывать координаты на доске можете поставить галочку звуки доски то есть будут ли звуки при взятии при ходе либо не будет звуков поставить галочку показывать последний ход с тарелочкой либо снять ее также ход одним прикосновением можете сделать очень не очень это удобно мне кажется поэтому я не ставлю вот здесь собственно производится настройка скорости воспроизведения при нажатии кнопки play как видите можно очень быстро быстро средне медленно и очень медленно можете протестировать посмотреть какая скорость вам наиболее удобно здесь установить установки книги это в общем-то те поля которые показываются в расширенной книги у меня здесь все галочки помечены можете если вам например не нужно средняя элла если вы считаете что она просто зря занимает место на экране можете снять галочку и среди его не будет демонстрироваться также шахматной нотации здесь выбираете может фигурная нотация международную нотацию то есть это будет английским и буква обозначена фигура и русская нотация фигура обозначена русским буквами кому как удобно следует главному варианту но это не самые важные настройки новый ход то есть когда вы делаете новый ход сделать этот ход становится этот ход в нотации нового варианта в этом главным вариантом либо он перезаписывать тот ход который был уже сделал был сделан до этого это в общем-то для записи в нотации также здесь что самое важное вы можете выбрать движок который по умолчанию будет анализировать позиция к сожалению можно одновременно анализировать только одним движком нельзя сразу запустить сток фиш или диппейс можно от выбрать либо сток фиш 6 либо диппейс 14 либо критер 16 все довольно сильные движки все они короче много хорошо зарекомендовали себя на чемпионатах минусы и движков и очень хорошие довольны программ использование памяти но это важно конечно для анализа у меня стоит среднее использование если вы хотите чтобы анализ выполнялся максимально глубоко и быстро туда встать лучше всего используют сильные использование памяти но использованы ядер и тут наверно зависит от настройки от непосредственной мощности вашего планшета либо мобильного устройства у меня стоит 4 ядра использования в общем то чем больше ядер используют тем ясно более далеко и глубоко и быстро считают движки позиции в общем то вот такая программа чесбейс кому понравился обзор ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы также пишите какие программы вы хотите чтобы я еще раз вам показал чтобы еще раз чтобы еще которые программы на андроид и чтобы также были озвучены в таком вот обзоре ну а с вами был евгений шувалов до новых встреч